Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас, как вы уже поняли, очередной влог. Сейчас я абсолютно без макияжа и постоянно показываю вам свое лицо, дабы поделиться ощущениями после приема ракутана. Но не у всех так все хорошо, хотя непонятно, что будет дальше, но да ладно. В общем, я ходила на лазер, и там девочка... Это не в последний раз, который я ходила на лазер, а до этого я ходила на лицо, и там была девушка, прям очень с проблемной кожей, и она спросила, каким блеском я пользуюсь, то есть я не сама со своими советами, она спросила, каким блеском я пользуюсь для губ, и я сказала, что это специальный блеск, чтобы губы не сохли, я принимала ракутан. Я ей сказала. И она сказала, ой, как хорошо мне знаком ракутан, я его тоже принимала, и, к сожалению, у меня все проблемы на коже появились спустя 3 месяца, вообще в тройном объеме, в ужасном состоянии, говорит, у меня кожа, и никому я не могу посоветовать принимать этот препарат, потому что он испортил мне организм, это раз, и, во-вторых, проблемы все вернулись. Поэтому не могу всем от чистого сердца как-то советовать использовать ракутан. Сегодня я решила без тона, просто нанести там махуяж и все дела. Ну, в общем, поэтому, ребят, бежать и покупать препарат, принимать его без надзора врача, я как бы не рекомендую вам, будьте аккуратны, это все индивидуально, то есть если помогло мне, не факт, что поможет вам, поэтому 100 раз нужно подумать, отмерить и 1 раз отрезать. Наверное, все-таки консилер нужно наносить. В общем, сегодня я утром встала, сходила в банк. Дело в том, что нам должны были привезти мебель в течение 10 дней и недели, а мы как-то совсем забыли про это, вроде как не прошла неделя, или я как-то путаю. Ну, в общем, нам позвонили сегодня утром и сказали, что завтра мы привезем мебель. Мама сказала, что можно это сделать чуть попозже, вот, и они сказали, что нет, мы уезжаем в деревню отдыхать, так что мы привезем сейчас. А у нас ничего не готово, мы приклеили обои только наполовину, мы не купили аспиратор, плиту, там мойку, это все обязательно нужно купить, и нужно это сделать максимально быстро, потому что на все про все у нас всего один день. А это очень-очень мало. Делаю очень легкий макияж, все-таки лето, жарко, не хочется наносить до хрена всего, вот, поэтому сегодня нужно все это дело закончить, хотя бы купить аспиратор, плиту и мойку, как минимум. Вот, поэтому день сегодня сложный, насыщенный. Наношу просто самые обычные, давайте вам покажу, мою раритетную палетку, теперь я пыню ее, хочу закончить ее до конца. Здесь мне очень нравится вот этот вот оттенок, я его наношу на складку века. Кстати, я на следующей неделе наращиваю реснички, и все, краситься не буду. И девочка придет, и дома мне нарастит, потому что мне не охота никуда идти. Она нарастит моей жене двоюродного брата, перване, и мне. То есть мы как бы вдвоем будем. Она решила делать на дому свой выходной, потому что она сейчас устроилась в салон, который находится очень далеко от моего дома, и лучше переплатить, но сделать на дому. Тем более у меня есть ринг-лайт, мне кажется, это будет удобно. На половине макияжа мне позвонила мама. Кайф! Холодный напиток в жару. Хотя не такая уж и жара, на самом деле. Ну да ладно, в общем, мама мне позвонила, сказала, что она уже все заказала, сейчас должна привезти, и нужно ей помочь. Я сейчас иду на квартиру, но купила аспиратор, купила плиту, мойку, и вроде как радиаторы. Сейчас вам покажу это все. По идее, должна была снимать мукбанг. У меня столько материала, которые нужно смонтировать, просто времени нет. Быстро на квартиру, покажу все вам и обратно. Так, я уже на месте. Это все, что мы купили. Еще, кстати, радиаторы. Сейчас нужно это поднять все на лифте. Это у нас радиаторы, по 10 штук, по 10 секций на каждую комнату. Ну, сейчас в квартире я вам подробно все покажу. Это аспиратор. Аспиратор и плита. Это турецкое производство. Цены я вам тоже напишу. Почем, что купили. Открываем. О, черный. У нас просто столешница будет черная, у нас будет фартук черный. Ой, какой тяжелый. Шелезяка такая тяжелая. Она просто на хорошую. Да. Ну, вообще обалденно. Черный, мне кажется, смотрится очень классно. Еще плюс эта железяка такая тяжелая. Мой взгляд будет очень прочный. И, надеюсь, долговечно. И вот эта штучка сюда. Нет, хорошо все-таки, что не взяли обычную металлическую, а именно взяли черную. Здесь плюс, мам, ручки тоже, да, не пластмассовые. Не, не, они железные. Это тоже не стеклянная, она просто черная. Ну, я поняла, что она не стеклянная. Просто мы когда брали, вот в прошлый раз я вам во влоге показывала, были совсем бюджетные варианты, но вот эти вот ручки, они были из пластмассы, и нам сказали, что со временем они могут просто расплавиться при очень высоких температурах. Поэтому учитывайте, прям сильно экономить тоже не стоит. Это самый оптимальный вариант. Здесь вот эти штуки, они прочные, очень даже прочные. И, знаешь, три года гарантии на нее. А, ну, отлично, все. Ждем завтрашнего дня, завтра привезут к кухне, уже установят плиту тоже. Следующая распаковка, это у нас конспирал. Он, конечно, не настолько красивый, как печка, или как можно сказать? Плита. Плита. Печка. Я не так скажу, сказал, ну. Тоже черный, мам? Да, черный. О, что у нас здесь будет вообще какие-то документы, которые выносить сюда. Вопрос достаточно проблематичный. Аккуратно, аккуратно. Все готово. Так, у меня такое ощущение, что я распаковываю машину свою. И столько счастья было. Вот так вот выглядит аспиратор у нас наш. Самый обычный, да, классика. Матовая поверхность. Черный. Вот такой вот. И здесь тоже написано «3 года карантии». Надеюсь, что за 3 года с ним ничего не произойдет. И выглядеть он будет так же. Ну, супер, что сказать. Поздравляйте меня в комментариях. Ну, здесь мойка. Ничего интересного. Секции по 10 штук, как я вам сказала ранее. Мама еще взяла смеситель и один рулон обоев. Потому что нам, наверное, не хватит. На кухне мы взяли 5 рулонов. И нам катастрофически не хватает. Думаю, на запас один не помешает. Вот такой смеситель с душем. Да, с душем называется. Как хорошо с черной фурнитурой взяла ты. Как раз в тему будет классно. Взяла мама такой за 25 монат. В общем, мне кажется, нормально. Были и за 15, но они похуже, наверное, качеством. Поэтому вот так. На следующий день наши обои. Просто я вам вчера показывала при искусственном освещении. Сейчас я вам показываю при естественном освещении. Цвет конкретно серый. Хотя я думала, что он будет фиолетовый. Но я думаю, так намного лучше. Как раз у нас и кухня белая будет. Будет все прям чики-пики. Правда, работа у нас еще фронт. Дофига всего надо делать. И надо успеть до завтрашнего дня. Потому что завтра нам устанавливают кухню. Хотя бы вот эту часть, где кухня, надо решить вопрос обязательно. Я уже дома. Вернулась с мамочкой. Мне нужно сделать макияж и снять для вас материал. Потому что время уже час. И я до сих пор ничего не выложила. Хотя вы это видео увидите на три дня раньше. Ну да ладно. На улице обалденная погода. Ветерочек. Который, знаете, прям холодный ветер. Одно дело бьет таким вот теплым ветром. И вот иногда, когда я в Азербайджане слышу от девчонок, от парней, что, блин, ужасная погода. У нас, блин, зимой не холодно. У нас нету снега. И летом не жарко. И все жалуются на погоду. И мне просто хочется. Давайте поедем вместе в Саратов, в Россию. И посмотрим, какая жара. Вот реально там и зимой холодно минус, не знаю, 20. И летом жарко плюс 30. И люди живут, радуются жизни, шутят. Не знаю, кайфуют от всего этого. А когда здесь люди жалуются на погоду, я просто офигеваю. Потому что на улице ни холодно, ни жарко. Вот погода офигенная. Такой холодный ветерочек дует. Разбивает твои волосы. Ты такой идешь, кайфуешь себе. Это из-за климата, наверное. Я не очень разбираюсь в географии. Но в общем, да. И когда я говорю, что в России очень холодно, очень жарко летом. Люди так поворачиваются ко мне и говорят, это же Россия. Это же зима сплошная. У них, наверное, постоянно зима. Я говорю, вы чё? Ребята, я жила там. Так как в России как-то не особо развит туризм. И люди туда не едут. Многие, кто там не был, здесь у нас, да. Понятное дело, что у меня аудитория из России. Но здесь люди думают, что у вас там всегда холодно. Господи, боже мой. Какое холодно. В каждом влоге я обязательно должна показывать вам его. Сейчас быстренько мукбанг сниму и займусь им. Воронку вчера взяла Сонину. Это у двойного брата есть кошечка. И будем его присыпать той присыпкой, которую купила на днях. Я, конечно, понимаю, что ему это не понравится. Но что поделать, лечение есть лечение. Ветеринар сказал, что надо обязательно. Это такая воронка. Кто не знает, объясню, чтобы котик не мог сам себя лизать. А это лекарство, которое я вам на днях показывала, как присыпка. Присыпаем всё тело и пусть ходит. Твикс, конечно, категорически недоволен этой воронкой. Ну что поделать, солнышко. Ну что поделать. Это лечение. Это же не просто так. Не просто я издеваюсь над тобой. Понимаешь, моя солнышко. Я закончила свои дела дома. Мама уже на квартире. Я тоже двигаюсь туда, переоделась по что-то удобное. Будем доклеивать обои. Надо купить что-то по дороге вкусненькое для них, потому что мой двоюродный брат тоже там. И я думаю, наверное, взять пиццу или, возможно, какие-то хот-доги. В общем, что-то надо придумать с этим тоже. Поэтому сначала с вами идём в магазин, затем уже на квартиру. Здесь есть разные вкусняшки. И я беру вот такую вот пиццу аппетитную. Это то, что у меня было на мукбанке. Ну что, я пришла сюда и просто офигела, сколько работы здесь проделано. Почти что закончили. Тут, получается, мы не будем клеить обои. Нужно поставить радиатор, потом уже решать вопросы. Осталось здесь один кусочек. Вот сюда другой кусочек. Здесь уже всё готово, как вы видите. Очень даже ничего. Не снимаем маму. Переходим сюда. Здесь будет кухня. И осталось вот этот вот кусочек. Доклеить, потому что завтра привезут кухню. И вот. Ну, совсем чуток. С обоими мы вопросы наконец-то решили. И по дороге домой я заглянула в магазин. Решила купить бабушке новый платочек. И даже не знала, какой из них выбрать. Вроде все они красивые, яркие, красочные. Ну, так вам из будущего скажу, что платочек, который я выбрала, бабушке не понравился. Поэтому завтра, наверное, я пойду его менять на другой, если мне его поменяют. Но посмотрим. И ещё зашла в магазин ниток. Мне понравились вот эти вот синие и фиолетовые нитки. Вроде толщина та, которую хочет бабушка. Да и вообще здесь огромный выбор ниток. Вяжи не хочу. Когда заходишь сюда, сразу думаешь, блин, надо что-то себе связать. Но если честно, это очень много времени уходит. И кропотливая работа. Поэтому я направляюсь домой. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока.